Улица Орловская не первый год находится под пристальным наблюдением сотрудников госавтоинспекции, потому как здесь пешие участники дорожного движения игнорируют пешеходные переходы и переходят проезжую часть смело, не торопясь. О том, что такие случаи здесь регулярны, свидетельствует большое количество нарушителей за относительно непродолжительный период проведения профилактической акции. У меня сейчас с учебой небольшие проблемы, я спешу на занятия к репетитору, поэтому получилось так, что перешел в неположенном месте. Глянул налево, направо, вроде никого не было и быстренько перешел. Можно ли перебегать дорогу в неустановленное место? Нет. К тебе приходят инспекторы госавтоинспекции, рассказывают, как нужно вести себя безопасно на дороге, а почему ты нарушаешь? За такое нарушение предусмотрен штраф от одной до трех базовых величин. В отношении к пешеходам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, санкции суровее от трех до пяти базовых величин. Как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, с начала текущего года в областном центре к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 346 пешеходов. 337 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Цифры впечатляют. Пешеходы, как самая уязвимая категория участников дорожного движения, чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. По статистике, каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит с участием пешехода либо велосипедиста. Наиболее частые нарушения являются переход проезжей части в неположенном месте, переход на красный сигнал светофора, то есть на запрещающий. Профилактическая акция проходит на территории всех населенных пунктов Брестской области, а потому любому участнику дорожного движения, будь то водитель или пешеход, не стоит забывать, что у него кроме прав есть еще и обязанности.